Обобщенно говоря, формальные логические ошибки связаны с нарушением формы построения аргумента. Собственно, поэтому и не называются формальными. Принципы формальной логики заслуживают отдельного особого изучения, и поэтому в очередной раз, на этот раз последний, хочу порекомендовать вам для этого книжку «Основы логики», пособие для верующих и неверующих. На практике же нам нередко приходится иметь дело с так называемыми неформальными логическими ошибками, когда нарушена не столько форма аргумента, сколько его содержание. Название неформальной логической ошибки условно, в конечном итоге любая неформальная логическая ошибка таит в себе нарушение базовых принципов логики и может быть сведена к одной или нескольким сковородным формальным ошибкам. Но поскольку очень важно уметь своевременно различать ошибочные утверждения и обличать их, из чисто практических соображений имеет смысл рассматривать основные разновидности неформальных логических ошибок и систематизировать их по категориям. Неформальные логические ошибки возникают при рассуждении, когда в приведенном для обоснования тезиса доводи используется что-нибудь неясное, недоказанное или вообще не имеющее отношения к основному тезису. В соответствии с этим неформальные ошибки можно разделить для практического удобства на три типа. Ошибки неясности, ошибки допущения, ошибки уместности. Ошибки неясности предполагают неясность в рассуждении, наличие чего-нибудь неоднозначного, нечеткого или расплывчатого в употребляемых словах или способе их выражения. Ошибки допущения возникают когда для обоснования тезиса используются необоснованные и недоказанные суждения. Ошибка уместности это когда вывод не имеет какой-либо логической связи как минимум с одной из позволок вовсе. Впрочем, это разделение тоже условно из-за неформального характера ошибок. Некоторые из них могут быть отнесены к разным типам в зависимости от контекста, в котором ваш собеседник их неосмотрительно совершает, либо же прибегает неумышленно в качестве политического полемического приема. В последнем случае их следует называть уловками. Однако это ни в коем случае не устраняет их логической ошибочности. Самой распространенной ошибкой неясности является подмена понятия. Это логическая ошибка, возникающая при изменении значения слов в ходе рассуждения. Она предполагает непосредственное нарушение закона тождества, согласно которому все понятия в ходе рассуждения должны сохранять свои значения. Совершая эту ошибку, мы фактически рассуждаем о нескольких предметах, не проводя различия между ними. В итоге создается впечатление, что речь идет об одном и том же. В случае, когда нарушение закона логики очевидно, данная ошибка может рассматриваться как формальная. Ну, например, если я говорю «необходимо бережно относиться к природе», зайцы – часть природы, поэтому нельзя наказывать зайцев, не оплачивших проезд в общественном транспорте. Я подменяю понятие «зайцы» как «пец животных» тем же словом на сленге, означающем «безбилетник». Так что если скажем на вопрос «верите ли вы в Бога», выслушайте ответ «конечно верю», «бог же один для всех», не торопитесь видеть в собеседнике своего единомышленника, тем более единомышленников всех. Прежде следует определиться, что каждый из вас подразумевает по словам «бог». Бесполезно спорить о божьих атрибутах, прежде чем вы установили какой смысл ваш оппонент вкладывает в это слово. Имеет ли он в виду библейского творца, или же некий вселенский разум, или гипотетическую космическую силу, или абстрактную безликую первопричину. Если ваши фундаментальные определения не совпадают, бессмысленно добиваться согласия в деталях. Даже если вы сойдетесь в высказываниях, за ними будут стоять разные идеи. Важность различия сходных понятий хорошо показана в гуляющем по интернету стишке, авторство которого установить не удалось. Спорят викинг и раввин. Спор заведомо бесплоден. Бог один, и он не Один. Один Бог, и не Один. Но все же оба в жарком споре сошлись на том, что сила в Торе.